Итак, мы обсудили общий смысл и общие проблемы, которые заложены в названии курса. Уильям Шекспир в историко-культурной традиции. Загадки, мифы, реальность. Уильям Шекспир актер, Уильям Шекспир драматург. Одно это или несколько лиц. Об этом я сказал предварительно, но, естественно, это будет более подробно развиваться в рамках курса. Историко-культурной традиции. Не только язык, не только литература, но и более обширный исторический контекст, без которого невозможно понимание большинства шекспировских произведений, за исключением, возможно, сонетов. Загадки. В чем величие Шекспира? Основная загадка. Загадка номер два. Был ли он автором произведений? Как мог человек из провинциального города, получивший достаточно скромное официальное образование, написать эти произведения? Мифы связаны с загадками. Шекспир обладал удивительным эсклопедическим образованием, которое, скорее всего, невозможно было получить ни в Стратфорде, ни вообще где-либо. И отсюда следующий миф. Либо аристократ, какой-то один аристократ написал все произведения, либо даже была группа авторов. Реальность — это то, что будет вытекать из всего курса. Это будет попытка объяснить два момента. Действительно, величие произведения Шекспира, объяснение того, почему он заслуживает внимания, и, соответственно, попытка объяснить его произведение. И реальность, помимо всего прочего, будет связана и с общим контекстом эпохи, которая при всей своей отдаленности имеет явные аналогии с нашей современной жизнью, и которая интересна и сама по себе, и в связи с пониманием творчества великого писателя. Поскольку практически все мы сейчас уже в предварительном плане обсудили, мы имеем возможность обратиться к теме, которая, естественно, будет одной из центральных на протяжении всего курса. Мы должны убедиться в том, что Шекспир из Стратфорда, написавший великие произведения, действительно заслуживает внимания читателей и зрителей. Талантливые, гениальные актеры способны компенсировать любые недостатки текста. Однако Шекспир имеет право на жизнь не только в театральных постановках, но и, собственно, как автор произведений, которые мы читаем глазами, и которые мы, вероятно, способны оценить и без посредников. И именно этот вопрос я хочу обсудить сейчас и показать на примере произведений Шекспира некоторых отрывков, что созданные им тексты действительно заслуживают внимания, а также показать, что для понимания их необходим разный объем историко-культурных знаний. Какие-то произведения читаются без специальных комментариев, какие-то произведения невозможно понять без этого комментария. Поскольку я все время упоминаю идею о величии Шекспира, сейчас будет логичным обратиться к некоторым его произведениям, чтобы показать, что величие действительно присутствует. Большинству русских читателей Шекспир знаком по пьесам, конечно, но и по сонетам существует большое количество прекрасных переводов. Традиционно мы склонны высоко оценивать работу Самуеву Яковича Маршака в этой области. И сонеты, поскольку они эмоциональны, поскольку они фиксируют определенные состояния личной жизни автора, они в какой-то мере перекликаются с переживаниями очень многих читателей. Сонеты Шекспира ценны, естественно, не только содержанием, они представляют собой весьма ценный языковой материал. Для понимания их историко-культурный контекст, возможно, и не очень значим. Сейчас я просто приведу пример сонета, чтобы показать, насколько прекрасен может быть Шекспир. И даже если несложные мысли выражены в его произведениях, их языковая и общечеловеческая ценность весьма высока. Восемнадцатый сонет из 154 сонетов, написанных Шекспиром, понятно, что это достаточно ранний текст, но уже в нем Шекспир показывает свои способности языковые, свое умение передать эмоциональное состояние, которое понятно очень многим людям. Перевод Маршака. «Сравнили с летним днем твои черты, но ты милей, умеренней и краше. Ломает буря майские цветы, и так недолговечно лето наше. То нам слепит глаза небесный глаз, то светлый лик скрывает непогода. Ласкает, нежит и терзает нас своей случайной прихотью природы. А у тебя не убывает день, не увядает солнечное лето, и смертная тебя не скроет тень. Ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, доколе дышит грудь и видит взор». Произведение абсолютно понятное. Автор обращается к дорогому ему существу и говорит о совершенстве этого существа и о том, что ему предназначена жизнь вечная, поскольку о нем сказано в этих прекрасных строках, которые, как уверен автор, будут жить и после его смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Если текст не очень понятен, русскоязычному читателю, существуют английские слова, которые проблематичны для понимания. На самом деле их здесь не так много. Это местоимение второго лица, единственного числа, которое сейчас отсутствует в современном английском языке. «Зау» — это «ю». «Ты», который будет соответствовать современному английскому «ю». «Зи» — косвенные падежи «тебя», «тебе», «зай» — это «ё» — «твой». И «зайн» — протяжательное местоимение абсолютного характера, как «юз» — в современном языке. Возможность ситуации инверсии, нарушение традиционного порядка слов, но при минимальном знании английского языка и некоторой сосредоточенности на том, что сказано Шекспиром, больших проблем в понимании текста не возникает. Не знаю, насколько удачно мне удалось показать тот музыкальный характер, который присутствует в тексте Шекспира, и те эмоции, но если мне не удалось, будем надеяться, что слушатель сможет обратиться к тексту самостоятельно и оценить его в полной мере. Пример другого шекспировского текста «Блистательный монолог Марка Антония» из пьесы «Юлий Цезарь». Для понимания этого отрывка необходимы некоторые элементарные историко-культурные знания, но они также не очень обширны. Мы знаем историю гибели Юлии Цезаря. Заговорщики во главе с Брутом решают, что Цезарь слишком властолюбив, что он нарушает демократические принципы, свойственные Риму, и решают, соответственно, избавиться от Цезаря. Цезаря убивают. Заговорщики должны объяснить населению Рима, почему это все проделано. Им удается завоевать расположение римлян и получить их поддержку. Единственная проблема, которая остается у заговорщиков, это Марк Антоний, друг Цезаря, который, как понимают заговорщики, никогда не смирится, никогда не поддержит их. И даже если сейчас в ситуации всеобщего ликования римлян по поводу гибели Цезаря Марк Антоний не имеет влияния на мнение окружающих, с течением времени он все-таки может вернуть свой статус значимого политического деятеля в Риме и, соответственно, отомстить за гибель Цезаря и обеспечить собственную безопасность. Заговорщики вначале решают избавиться от Марка Антония также, но Брут говорит, что кровопролития уже достаточно и что вполне достаточно было отсечь голову, которую представляет собой Цезарь, и уже не трогать Марка Антония, ибо он не более чем руки или ноги у этого обезголовленного тела. Марк Антоний понимает, что у него есть какое-то время, что его не убьют сейчас, но при этом он понимает, что ситуация для него очень опасна, и он должен каким-то образом обезопасить себя, кроме того, он желает отомстить за смерть друга. Он просит заговорщиков разрешить ему обратиться к населению Рима над телом Цезаря незадолго до его похорон. Заговорщики разрешают ему это, предупреждая, что он не должен пытаться очернить их в глазах собравшихся римлян. Кроме того, они предупреждают его, что это едва ли даже и возможно, если он решится на такую акцию, просто потому, что распропагандированные жители Рима все равно не поддержат его. И кончится все тем, что собравшиеся толпы его просто растерзают. Мы не знаем, как конкретно все это происходило в истории, происходило ли вообще, если взять труды лиц, опровергающих сам факт, существование Юлии Цезаря и Марка Антония. Но тут мы поверим Шекспиру и попытаемся понять общий, так сказать, психологический контекст данной ситуации. Марк Антоний обращается к римлянам и он понимает, что начинать сразу с обвинения заговорщиков это действие совершенно бесполезное и отчасти самоубийственное. Ему нужно постепенно подготовить римлян к идее о том, что заговорщики совершили страшное преступление, а Цезарь был человеколюбив и он был прекрасным правителем Рима. Здесь в этом монологе из второй сцены третьего акта трагедии Юлии Цезаря, которая начинается со слов «Friends, Romans, countrymen, lend me your ears». В этом монологе Шекспир демонстрирует свои блистательные риторические способности. Марк Антоний постепенно начинает перечислять благие дела Цезаря, но все время перебивает себя фразами. Но Брут говорит, что Цезарь честолюбив, а Брут благородный человек. Далее опять же следует объективное перечисление благих дел Цезаря и опять Марк Антоний себя перебивает этой фразой, которая как бы снимает полемический пафос его предыдущей реплики. Таким образом монолог продолжается и лишь в самом Марк Антоний отбрасывает вот эту свою изоповую риторику и обращается непосредственно к жителям Рима с вопросом «Что же с вами случилось? Неужели вы утратили способность мыслить? Почему вы сейчас не оскорбите о Цезаре, которым вы так восхищались еще совсем недавно? Дикие звери более разумны, чем вы жители Рима, если вы способны забыть своего правителя, своего благодетеля так быстро? Далее по тексту пьесы выясняется, что монолог Марка Антония произвел глубокое впечатление на слушателей, они начинают вмешиваться в его дальнейшую речь и объяснять, что Брут совершенно неблагороден, а Цезарь был вовсе нечистолюбив, а был достоин всяческих похвал и преклонений. В рамках этого монолога Шекспир показывает способность оратора оказывать влияние на сознание масс, для понимания его необходимо знание историко-культурного контекста, но в целом монолог понятен. Сейчас я его прочту в надежде на то, что мне удастся передать риторический пафос и прекрасные языковые способности, которые демонстрирует Шекспир в своем произведении. «Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all, all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He has brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar sin ambitious? When the poor have cried, Caesar has wept. Ambition should be made of sternness tough. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did Caesar turn the loopical, I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Последнее произведение, которое я хотел бы привести, последний отрывок, это, конечно, Гамлет. Мы уже много о нем говорили сегодня, и приведу пример из Гамлета, естественно, знаменитейший монолог «To be or not to be». Гамлет говорит здесь о выборе, перед которым стоит человек. Почему-то вдруг, это будет совершенно непонятно, если не принять в внимание то, что было мною уже сказано, Гамлет рассуждает о несовершенстве мира и о готовности совершить самоубийство, и при этом о другом, так сказать, благородном варианте противостояние несовершенству мира. Он говорит о том, что ему бы хотелось умереть, уснуть, ему бы хотелось отрешиться от страданий, и единственное, что ему мешает, это страх смерти, страх того, что произойдет, если он все-таки решится на этот шаг. дальше перечисляются несовершенства жизни, кто бы все это терпел, дальше перечисляется, что именно он терпел, если бы мы не боялись воздаяния загробной жизни. Именно об этом весь монолог, он блистательно читается разными актерами в течение столетий, но, как я уже пытался сказать, он непонятен, если мы не знаем общего контекста. Поскольку сейчас моя задача не столько объяснить историк-культурный контекст, сколько показать величие текста, я попытаюсь это сделать, надеюсь, что у меня получится. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobling the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end to die, to sleep, no more. And by sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flashes there too. To the consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor strong, the proud man scontumely, the pangs of despriced love, the laws delay, the insolence of office and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare buttkin. Who would fardles bear to grunt and sweat under a weary life, after death. The undiscovered country, from whose born no travel returns, puzzles the world, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make courage of us all, and thus the native hue of resolution is sick lit o' with a pale cast of salt, and enterprises of great person moment with this regard their occurrence turn awry and lose the name of action soft you now the fair of philia nymph in their orisons they all my sins remembered Некоторые из них практически не нуждаются в комментарии. Некоторые, как монолог Марка Антония, требуют минимальных знаний современной Шекспиру и известной нам литературной традиции. А некоторые, как монолог «Today or not today», абсолютно непонятны без знания более широкого контекста эпохи. По моему мнению, не только по моему, Шекспир заслуживает того, чтобы мы сделали усилие, чтобы мы попытались его понять. И он достаточно дал человечеству для того, чтобы мы с уважением и с вниманием отнеслись к его текстам, понимая, что они не только содержат какие-то значимые мысли, но они способны доставить радость и наслаждение читателю и зрителю. Спасибо за внимание.